работа идет полным ходом ужасно интересно что получится нормально не сильно шумят идем на море осенью волнушки прям такие интересненькие сегодня прям интересно купаться классно все посмотрим как там море будет давно не было волнушек все тихо спокойно пойдем окунемся сегодня прям волна такая елки-мотелки но еще была сильнее волна такая она терпимая вот наши тени на песочке но сегодня кстати не очень кипятковый песок сейчас сижу ноги на песке так приятно комфортно ногам не жарко бывает прям очень жарко ногам до на втеньке ну ладно дяденька выходит из моря болтает сильно она сейчас пойдем по делам пойду все-таки попробуем сегодня банки купить вчера пролет получился хостовара не работали может они работают народ купается вот так набережная в 6 часов выглядит все только оставляют столы и стулья ребята помогая вина дети там или родственники владельца кафешки все только тока начинает народ выходить прогуливаться такие столики стоят на лавочках вот еще сидит народ немножечко а так основная масса сейчас чуть чуть попозже выйдет дети пошли домой я пойду банки куплю упаковку блин забыл взять этот маску но я туда-обратно где-то задерживаться не собираюсь быстренько дяденьки играют на этой площадке а вчера мы шли здесь детишки играли поляна конечно чудная для футбола не подходит все столики уже выставили все готовы к приему гостей так сказать сейчас вечер так сказать накроет темнота и будет полно народ здесь на всех столиках будет они за всеми столиками кто-то будет сидеть я уже почти пришел мне влаги деревья там находится палатка с хвостоварами пока купается вот здесь дяденька с ребятами ладушного смея запускает на видно нету здесь вверху он болтается стоят они вот здесь на пляже классная телек такая пляжная два стульчика холодильник столик раскладной классно вот это вот это не отель это си т это дом из каждый собственный к своей квартиры каждая квартира отдельно продается он наверху объявления продается продажи квартиры постовара не работают вон накрыто все этими пленками овощи фрукты все торгуются а это нет пойду и обратно банками второй день пролет и для них много народу на пляже здесь там тут особенно много но вот этот вот закуток я не хотел бы садись купаться здесь нет волны многие суда из-за этого приходят купаться вот именно вот в этом месте потому что здесь нет волн вообще видите стиль полный стиль на воде здесь вот пирс закрывает от ветра и волна не приходит а там он дальше волна уже идет это народ такой пыль и здесь тоже плавает народ мы шли вон с той стороны проходи этот пляж но мы не ставят заходить так у нас в воде в воду здесь все разобрали он там он где сейчас вот народ на топится там вчера сцена стоялась и все разобрали убрали порядочек все красота вечером будет опять рынок большой а пока что вот хостовар опять закрыта блин что делать не на воля говорит и прям очень очень нужно банки пойду домой пойти в этот ближайший магазин все равно знать почему эти банки мы тут не ходили там заборчиков несли будут эту парковку видим расширять шоком у нас вот такие вот флаги здесь висят огроменные а вот этого а татюрка лак развернула ну ветром развернет обратно интересно он этот балкон у каком-то привязан них там шума от этого нету это полотни 3 то что он трепыхается круглые сутки михаил что круто сейчас будут нам делать ремонт алексеевского стола так это на балкон вывести потом надо будет на стерпая испачкалась пылесос надо нести пылесос сейчас будет шумно очень в общем мы заказали мантышницу вон нашему другу турецкому денежку положили за мантышницу должны привезти будут еще мы ждем еще мы ждем раскрыл ушку из глаз слезть моей кровати сейчас покажем что будут делать это выключите лобзик 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 очень громко так меньше good turkish metal и что он сломался ну а матер катер а супер катер а матер катер а матер а матер что это такое арматурные а матер а матер нет а матер это когда выиграть играющий а мотора потом уже не нет вот он взял другой нет вот он взял другой камера надо выключить все сюда нужно будет что-нибудь заскочевать или что-нибудь намотать другая вот такую штучку снять сходить на этот у него продаются но такие ножки ну и стоит еще и варить умеет в общем сняли черные ножки с него поставили сюда вообще супер супер-пупер красота но есть чтобы не шаталась доброе утро всем доброе утро желаем хорошего дня отличного настроения у нас погода замечательная уже закрылись ото всех и теперь у алексея новый столик я расскажу мы наверное толком не рассказывали зрителям какая проблема смотрите какие ножки у столика если его поворачиваешь вот так то проблем нет алексей садится вот так встает садится встает если его поворачивать если садится алексей с этой стороны то он когда встает постоянно ножку задевает вот это не есть хорошо потому что на этом столике обычно у алексея живет ноутбук вот и этот столик изначально был с вот такой перекладиной вот здесь была перекладина сантиметров на 7 вот так вот от стола и алексей стол вот так развернул чтобы ножка не мешал видите когда здесь сидишь ножка не мешает встаешь когда раз ножка не мешает вот но мешало это перекладина вот и алексей мне меня уверял в том что ему очень-очень удобно с этой перекладиной я говорю но это не есть естественная посадка за столом это не нормально в общем я потом пожаловалась соседу он сказал я могу прийти вот это вот срезать а здесь смотрите какая фишка здесь конструкция вот это вот вот на чем держится да все вся конструкция в том числе на чем держится она вот в этом месте приварена здесь прям вот такие эти как это сказать металлические соплюхи короче ну она короче приварена не просто воткнута туда да и вот это бы перекладина придавала жесткость а именно она вот здесь приварена поэтому мы стали с соседом доказывать алексею алексей говорит сейчас отрежем вся конструкция развалится мы с соседом стали доказывать что вот здесь же сварка здесь ничего не произойдет здесь она как бы благодаря вот этим металлическим соплюхом короче стола одним единым ничего не произойдет короче сосед быть ничего не произойдет на функциональность не повлияет в итоге мы еле-еле уговорили алексея вот эти черные ножки сняли вот с той стороны сюда одели чтобы здесь острая не было да и посмотрите какой теперь идеальный столик он компактный он вот так вот пододвигается к этому стульчику алексеевскому здесь ноутбук обычно у него стоит он здесь работает сейчас занавески закрыты если занавески открыть с видом на море на бассейн скажите пожалуйста это ли несчастье устал ну кора это самое сдвинь свои ноги устал пошел прилег а скоро здесь еще будет полноценная раскладушка 90 на 90 сантиметров шириной 2 метра длин в длину и мы уже померили раскладушка где-то у нас выйдет вот досюдова досюдова оттудова досюдова вот и вполне алексеевский столик здесь тоже сможет уместиться даже будет достаточно прав просторно не тык впритык а еще даже будет место там туда-сюда этот столик можно будет двигать так что там будет у нас по-прежнему бутылка стоять тут будет по-прежнему техника жить поместится сюда еще 30 90 сантиметров кровать станет кровать раскладушка турецкая раскладушка она совсем не похожа на нашу раскладушку дальше она как полноценная кровать там матрас 20 сантиметровый но в общем когда приедет эта раскладушка мы уже отдали соседу деньги он ее нам заказал и должны привести к концу недели я так думаю да концу недели должны привести ждем раскладушку ждем и я еще заказала себе друзья мои наконец-таки наконец-таки я заказала себе мантышницу нигде абсолютно во всей турции блин хожу огромное количество там всяких тазов кастрюль даже эти плиты электрические газовые в огромный магазин зашла стала по картинкам в яндекс картинки написала мантышница стала показывать мне вот такое нужно он ведь нету к сожалению нету и сколько я не ходила нигде не могла найти в интернете пыталась сама найти только электро пароварки выходят мне у меня есть соседи подарили мне электро пароварку но она я не хочу тратить электричество на такую маленькую пароварку в которой нужно для нашей семьи семь раз манты парить чтобы покормить только мою семью вот поэтому заказали четырехэтажную она как бы в описании написано пятиэтажная но нижний этаж это тот этаж куда заливается вода соответственно рабочих будет четыре этажа у меня между этажами вернее это будут не такая это будет не такая мантышница как у меня дома с вставленными пластинками да а это будет каждый этаж будет представлять из себя чашку с дырочками и высота этой чаши каждой 10 сантиметров диаметр 30 сантиметров нержавейка я не знаю нержавейка нержавейки тоже розни лишь да ну понятное дело просто есть нержавейка такая легкая легкая практически невесомая а есть такая как наша кастрюля оцинковка ну не знаю то есть если нержавейка то качество должно быть как наша кастрюля да они не бывают тоньше толще ну короче из нержавейки заказали вот мантышницу не знаю по срокам когда ее привезут что-то как-то здесь никто не торопится вот но заказать заказали когда приедет обязательно вам покажем кто-то там проснуться из детей олег наверно раз посудой гремит привет олег здравствуйте здравствуйте пишет вот а мы с алексеем ой говорит пишу а мы с алексеем здесь на балконе паримся вот и что я вам хочу сказать знаете примерно числа наверное с 28 здесь так прохладно по вечерам стало прям ветер такой освежающий дует вот я думаю что скоро мы уже скоро у нас уже закончится этой изнуряющая жара и будет комфортная погода а еще скоро конечно же наступит совсем прохладная погода и придется нам утепляться теплую одежду мы привезли по моему меньше всего алексей себе привез до теплой одежды больше всего олегу миши в общем себе тоже пару кофт взяла не знаю алексей будет в одной кофте всю зиму ходить или пойдем в лс вайкики опять да такие у нас дела друзья мы только проснулись время 11 час у нас отличное настроение вам тоже желаем отличного настроения хорошего солнечного дня как у нас чуть позже будем что-нибудь делать включим камеру еще раз что там михал алексеевич творит будешь отмывать духу микроволновку о так крышка что ли расплавилась теперь возьми теперь большую тарелку туда переложи бутерброды он он у нас стал в последнее время по горячим бутербродом с ума сходить вот обязательно себе идет и плавит сыр вот в таких красивых труселях завтракает у нас михал алексеевич так меня пригласили на завтрак на завтрак у нас сегодня небогато про нас забыли про и молочник нам не принес в этот на этой неделе молоко и яйца поэтому мы обезмолоченные обезьяиченные с маслом да спасибо вот теперь мы не коровы теперь мы налегаем на сливочное масло сыр в общем нам вкусненько алексей я свой козий сыр свой козий сыр не ешь такой сыр козленочком станешь приятного аппетита кто с нами есть тоже приятного аппетита алексей готовит пирожное нашего детства кто такие тоже ел пишите в комментариях сэндвич нашего детства вот наше детство не обязательно как не обязательно такой сэндвич 2 печень нормально пополам поломай и сложить друг на друга вкусно величие миша хватит есть хватит ты много съел ты больше мало съел я не жадничаю я беспокоюсь о твоем в животе большом а дайте сроку нету папин масло 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 масло